Продолжаем рассматривать работы художников и знакомиться с их автобиографией. Анри Ланос. Французский карикатурист, художник, акварелист и иллюстратор. Проиллюстрировал множество замечательных научных статей и научных романов. Иногда он подписывал свои рисунки как Нос-Але. Родился 19 августа 1859 года в Париже. Изучал композицию-рисунку у архитектора Амеда Эдена и художника-граюра Гиома Кабасона. Выставил свои первые акварели в парижском салоне в 1879 году, а затем в салоне французских художников с 1888 по 1905 год. Стал членом общества французских художников. Он также занимается непоследовательным искусством. Это художественное движение конца века, которое возглавлял Жюль Леви. Работает иллюстратором середины 1880-х годов, работая в частности в таких областях, как иллюстрация, современная жизнь, карикатура, журналы «Я все знаю» и журналы «Наши увлечения», где он опубликовал антиутопический роман, написанный совместно с Жюрем Перено. Был иллюстратором романов Альфонсо Дадея, Гидема Пассана, Эмиля Золя и Егеберта Джорджа Уэллса. Был женат, но развелся своей первой женой Марии Луизе Керлайн Коу. Вторая жена Марта Мари Жозефина Зельгер проиллюстрировала множество фантастических произведений. Публиковал и сам фантастические рассказы. Русскому читателю был известен как автор картины «Воздушной войны» будущего 1915 года. Проиллюстрировал множество работ о власти гипотез о чудесном ученом и предвидении. Созданные им чертежи машин свидетельствуют о его представлении о механическом мире, в котором ему удается предположить разрушительное безумие, которое может произвести промышленность. Его иллюстрация отличается уникальной графической обработкой, как и его частое использование видов с высоты птичьего полета для постановки массовых движений, которые сталкиваются с огромными механическими конструкциями и все это в неклассической архитектуре. Умер 6 января 1129 года в своем доме на улице Бонапарта в Париже. Вот так вкратце из переводной википедии о французском карикатуристе, художнике, акварелисте и иллюстраторе Анри Ланос. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok